Однажды свою встречу с Господом пережил каждый, кто ощутил духовную потребность быть членом Церкви Христовой. Поэтому на праздник Сретения Господня не бывает пустых храмов. Даже в рабочий день люди приходят на службу, благодарят Господа за Его милости и просят утверждения на пути христианской жизни. Рассказ о празднике из Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга в нашем следующем сюжете. Праздник Сретения Господня – это праздник встречи человека с Богом. После того, как человек не просто узнал, что где-то есть Бог, а всей душой почувствовал Его присутствие в своей жизни, все меняется. Жизнь наполняется смыслом, и любое дело, выполняемое ради Господа, становится интересным и радостным. А еще явным признаком того, что встреча с Богом произошла, является отказ от греха. Если до прихода в мир Спасителя человек не был свободен от греха, то теперь у каждого есть возможность выбора. По каждому из нас открыт этот путь, потому что, по большому счету, искушение не снаружи, а изнутри. Как мы на них отреагируем? Хватит ли в нас, по слову преподобного Серафима, решимость жить по заповедям Христовым? Потому что и вчера, и сегодня Христос тот же. И спасение наше, совершенное Христом, спасителем, сейчас в наших руках. Чтобы встреча с Богом составлялась, необходимы усилия со стороны человека. Будем стараться как можно чаще искать этой встречи с Богом, искать в домашних молитвах, искать в ближнем, который есть образ Божий. Будем стараться любить ближнего, как Господь призывает, как самого себя. Потому что только в любви Бог пребывает, потому что Он Сам есть любовь. И кто в любви пребывает, в том Бог пребывает, и тот пребывает в Боге. Это главное условие нашего спасения. Будем понуждать себя, искать Бога здесь на земле, в надежде, что и в вечности встретим Христа и будем жить с Ним. Одним из важных условий встречи с Богом, Богообщением, является регулярное участие в церковных службах и церковных таинствах. Жить по заповедям Господним, хотя бы. И посещать храм. Храм для того, чтобы в суеты мирской как-то не оградиться. Хочется душевного спокойствия. Когда приходишь в храм и смотришь на икону Господа, и вспоминаешь, что Господь, Господь милостив, и встречает тебя с любовью, и смотришь, когда на Него, и просто внутри себя что-то преображается. В церковь я пришла, когда у меня умер старший брат. Постепенно, когда я стала ходить в храм, просто какие-то вещи стали открываться, и Господь стал открывать. И вот эта встреча с Богом произошла именно тогда. И я очень рада, что я пришла в церковь, и что у меня произошла эта встреча. Субтитры сделал DimaTorzok